Приветствую всех желающих подзаработать! Или просто узнать, какое еще древнее железо можно с гордостью отправить на авито. 775 сокет открывает море возможностей. Это и ретро-машинки, и офисники, и даже игровые системы, если речь идет о школьниках, чьи родичи решили по дешевке закупиться на авито. И именно для таких клиентов в этом месяце и будут предложены лучшие игровые сборки, что можно сварганить из худшего железа. Разумеется, каждая из таких это минимум 4 гига, обязательно 4 ядра, и конечно же игровая, насколько это возможно, видеокарта. Но все равно, какими бы тащивыми не были эти старые железки, с каждым годом они становятся менее полезными. Так что продавать их тем, кому они действительно нужны, следует именно сейчас. И вопреки ожиданиям, пойдем мы по нисходящей, с дорогой и соответственно самой прокаченной сборке, к более дешевой, однако по сути делающей все то же самое. Таким образом параллельно демонстрируя, что за меньшие деньги можно получить примерно тот же результат. Так что еще хороший вопрос, кому из покупателей сборок в этом месяце действительно повезет. Ну а начать это восхождение 775 я предпочту с вот такой вот элитгруппины на G41 чипсете. Прислана она была моим хорошим еврейским знакомым из Израиля, так что можно сказать, что она буквально заряжена на бизнес. И пока этот позитивный заряд еще с ней, надо бы этим воспользоваться. У нее два слота DDR3, есть PCI-Express и минимальный набор разносортных коннекторов. Последнее это не то чтобы хорошо, но и с этими лишениями придется справляться. Так или иначе помимо позитивного бизнес заряда, она уже заряжена 6 гигами третьей DDR-ки, двумя плашками 1333 частоты. Увы, но это единственные плашки, которые она приняла. Но печальнее всего, что это мои универсальные плашки, заводятся они абсолютно везде. Так что можно сказать, плата уже получила неплохой бонус. Жаль только клиент не оценит всю премиальность этих плашек. Пожалуй, это единственные штуки, с которыми реально тяжко расставаться в этой сборке. Тем не менее, очевидно, что 775 в нашем футуристичном мире не может уходить без 4-х ядерного проца. Это уже что-то вроде неформального стандарта, и эти сборки тоже полностью будут его придерживаться. Данная материнка в свою сборку уйдет с процессором Xeon X3220. Что интересно, он уже 775 сокета. Таким образом, никакая переделка не требуется ни плате, ни ему. Но при этом, у него была своя интересная история. Потому что два его коннектора старательно выдраны. Причем, это те самые коннекторы, которые обычно меняют местами при переделке 771 Xeon. Здесь же непонятно, зачем и как их ковыряли. Но важно, что несмотря на все эти травмы, процессор работает. А значит, и свое 4-х ядерное предназначение выполнит. И сюда он отправляется без сомнений. Процессор этот не самый холодный, так что и охлаждение потребуется не самое простое. Охлаждать его здесь будет такой вот алюминиевый бокс, однако с полным покрытием процессора. Ну и вдобавок он сам по себе довольно объемный, так что и тепло все отведет достойно. Да и сборка ни на какую тонкость не претендует. Поэтому и такого здоровяка ей можно поставить. Итого по меркам 775 это уже невероятная мощь. И на данном этапе следует задумываться о мощной видеокарте. Но, как вы наверняка знаете, видеокарты сейчас не самый ходовой товар на вторичном рынке. В том плане, что уходить за свои цены вы им точно не поспособствуете. Закупаться ими под свои вторичные сборки просто бессмысленно. Сборки ваши траты не окупят и уйдете вы в такой минус, что забудете о всем своем сборочно-пикашном предприятии. Так что с текущим положением вторичных дел, скилловый бизнесмен будет импровизировать. И из видеокарт, которые по сути мало кому нужны, добывать такие мощности, которые всех впечатлят. И даже не сомневайтесь, что у этого бизнесмена есть такие видяхи. А в частности серия Radeon 5700. У них конечно море проблем, с которыми вы можете ознакомиться по соответствующему ролику. Но в большей своей степени эти проблемы перекрываются действительно достойной мощностью, которая в каждом случае удивительна для видеокарт конца нулевых. И для подобных сборок 775 в стиле 4 ядра 6 гигов, они вознесут всю конфигурацию до того пика мощности, которого ждет и клиент и бизнесмен. Этой же конфигурации достанется вот такая MSI-ка 5770 Hawk на целый гигабайт GDDR5 видеопамяти. Да, она не очень целая, но это буквально распродажа запасов. Во всяком случае за подобные ее минусы цепляться точно не стоит. Основная ее прелесть в том, что она не нужна майнерам. А значит как минимум на разборку собранная бизнесменом пека уже может не пойти. Лучше бы на этом всем поиграть. И данная 5770 позволяет на себе это делать. Несмотря на такой довольно кастомный вентилятор, она неплохо охлаждается. Но во всяком случае до сих пор не сгорела. Тесты ее мощности в относительных новинках можете посмотреть по соответствующему ролику в подсказке, или если очень повезет даже в описании. Но так-то знайте, что несмотря на кучу проблем с ее настройкой, мощность ее действительно велика. Именно поэтому она и заслужила восседать на этой материнке на полных игровых правах. Более того, даже для своего 2009 года у этой видеокарты уже имеется 11 DirectX. А значит большинство новинок для покупателя уже будут доступны. Здесь больше внимания уделять стоит остальному железу. Ну а о каком-то днищенском онлайне даже заикаться не стоит, все вытянет без проблем. Так что для покупателя пока что все складывается выигрышным образом. Хорошо бы и для бизнесмена профитный результат был не хуже. Ибо в сборку придется отправить 250 гиговый саташник. Вряд ли вас это удивит, но и жесткие диски на вторичке последнее время не очень-то дешевы. Так что мало того, что приходится пускать в довольно дешевые сборки лучшие диски из своих запасов, так еще и смиряться с тем, что уходят они в сборках за довольно небольшие деньги. Ну и конечно же всему этому понадобится мощный блок питания. Такой, который впечатлит и железо, и юзера. В случае данной сборки таковым блоком станет 550-ваттный CVT, который даже работает. Подобный мощный блок в продажную сборку я бы никогда не поставил. Но скажем так, у него есть свои проблемы, которые совершенно не вылезли на тестах данной сборки. Так что сюда он уж точно теперь годится идеально. У него просто куча коннекторов, есть доп питания ведяхи и повесить на него еще можно немало. Так что на электрическом плаву он будет держать здесь все, это точно. И как выяснилось по ходу, блоку еще придется подыграть видеокарте. Проблемы с ней уже, знаете ли, даже в этой сборке вылазают. В частности с ее кастомным охладом. Питание его повешено на обычный трехпиновый коннектор. Но вот в чем беда, на элитгрупповской плате больше таких нет. Здесь всего один, и его забрало себе охлаждение процессора. Так что и питание видеокарточного вентилятора теперь повесить некуда. Ох уж этот элитгрупп, где-нибудь да подпортит настроение. К самой видеокарте подобный вентилятор тоже подключать опасно. Так что решение этой проблемы все же придется оставить блоку. Впоследствии возможно будет переделано более привлекательным образом, но пока что важно лишь знать, что блок и в этой ситуации спасет. Итого такая, не самая привлекательная, но весьма мощная база собрана. И перед тем, как она отправится в заслуженный корпус, хорошо бы ее погонять. Да и несмотря на ее старость и немощность, предложить ей на самом деле можно очень многое. Как максимум, веб и интернет во всех проявлениях. Четыре ядра Xeon и 6 гигов третьей DDR-ки готовы показать класс там абсолютно везде. Но все равно, прежде чем начинать с этой пекой хоть где-то развлекаться, нужно завершить ее перформанс. В частности, накатить на видеокарту то, что на ней заработает. Так что можете уже делать ставки, господа. Кто победит? Супер-современная десятка, которая даже на АДжи-пишке умудряется находить драйвера в нете. Или же 5-770-я Родеонка, которая толком и работать не хочет. Пока что по статистике побеждала Родеонка. Но всегда можно продолжать верить в чудо. Собственно и ничего удивительного, что в ту эпоху, когда видеокарта хотя бы с гигом GDDR5 и видеопамяти ценится на вес золота, одна из них уйдет с довольно невыдающейся сборкой на 775-м. Напомню, что более подробный материал о ее проблемах есть в соответствующем ролике. Но я действительно признателен комментаторам, что пытались дать отдельные советы, как заставить ее работать в Full HD. В конечном счете ни один из этих советов не помог, но важно внимание. Сейчас же, если получится, я попробую при вас еще один метод. Но пока просто знайте, что владея подобной картой, ковыряться вам с ней придется гораздо больше, чем с чем-либо вышедшим после 2010-го. А винда, кстати, все же что-то умудрилась ей найти. Кто знает, может сегодня даже удачный день и в Full HD она увидит. Разницы с официальными Legacy драйверами и те, что скачиваются с инета, по большому счету, для этой карты нет. Они все одинаково ущербны. Учти мы пидорасы! Извиняться за это не будем. Но в любом случае давайте проверим чудотворность веб-драйверов и убедимся, есть ли желанные циферки в разрешении дисплея. Увы, но максимум, что она предлагает, это квадрат. Ну хорошо, хоть 720p всегда безотказно работают. Но помимо видео, веб-драйвера накатили еще и каталист-контрол-центр, который по каким-то причинам очень долго грузится, как будто операционка всеми силами пытается его из себя изрыгнуть. Но тем не менее, все же находились те, кто советовал поменять разрешение непосредственно в нем. По мне, это, конечно, странная настройка, но ради научного интереса я ее, конечно, попробовал. И все те, кто видел решение в ковырянии этой менюшке, знайте, вы обосрались. В контрол-центре каталиста действительно есть HD-шное разрешение, что неудивительно, видяха должна его понимать. Но даже после применения настроек монитор публикает и вернет предыдущее установленное разрешение. То же самое происходит и при прямой настройке дисплея. Ну что ж, как говорится, спасибо за попытку. Вы, конечно, просрали, но, быть может, вам повезет в следующий раз. А пока что давайте смотреть, каким образом эта машинка способна тащить. Как и озвучивалось, интернет для этих мощностей вообще не проблема. Куча открытых страничек, ютуб и даже змейка не могут возвысить загрузку здешнего проца. Что в очередной раз доказывает, что 775 до сих пор идеально годится хотя бы для интернета. Но вот что касательно игровых достижений, в рамках текущей сборки будет присутствовать некоторая дилемма, о которой вы рано или поздно задумаетесь. Но пока до этого не дошло, смотрим, каким образом конфигурация чувствует себя в играх 2016 года. Когда сама платформа 775 уже давно считалась устаревшей, а эта видяха 2009 вообще вызывала удивление, что живая. Однако даже с учетом всего этого, одна проблема здесь остается нерешаемой. Тот же Doom 2016 кардинально лучше работал с i5. Здесь же общий кадр быстро и часто обваливается ниже 20. Кое-где, конечно, до той самой тридцатки еще подскакивает. Но, очевидно, с i5 этой видяхе все же было комфортнее. На всякий случай я попробовал снизить разрешение до квадрата 1024 на 768. И в определенных случаях ту самую тридцатку все же получил. Однако сходу видно, что игра так и ищет повод, где бы подсесть. Так что лучше уж ей его не давать. Похоже, этой конфигурации Doom противопоказан. Ну а следующий Prey 2017, что с i5 и его 16 гигами, что с этим Xeon и его 6 гигами показывает хороший результат. Тоже, конечно, далеко не 60, но и стабильность с ракет для такого железа очень даже неплохой результат. При тех же 720p и минималках он здесь более чем играбелен. Правда, как показывает статистика, не особо кому-то нужен. Так что это скорее манифестация производительности древнего Xeon. С играми 2017-го, как видите, он еще может справляться. Дальше, правда, уже начинаются проблемы, и в основном с ним же. Far Cry 5, например, отлично сдружившийся с этой видяхой и с i5-продцом, на этом Xeon работать отказался. С Devil May Cry 5 история похожая. И, вряд ли кого-то удивит, но Cyberpunk 2077 тоже не стал здесь желанным гостем. Тащим-то к текущему моменту, дилемма баланса становится все ярче. В частности, заслуживает ли проц эту видяху, а видяха этот проц. Ну а ответить на все эти вопросы право на себя возьмет пятая GTA. С минимальными настройками, 800 на 600 разрешении и со всеми выключенными плюшками, что делали бы игру, ну знаете, красивее. Исходя из практики, на подобной сборке летать пятая GTA должна просто идеально. Тем более на такой пусть и древней, но мощной видеокарте. Но в любом случае проблемы скоро вылезут, этого не избежать. А пока можете удивиться тому, что при 800 и 600 разрешений игра все равно позиционирует свою картинку как HD. Таким образом и объекты не растянуты, и персонажи в порядке. Конечно же, это заслуга очередного мегапатча. Но, как можете заметить, от процессорных проблем он не спасает. Сложностей у этой сборки с пятой GTA-шкой гораздо больше, чем у бизнесмена. Самыми минимальными настройками детализации, окружения, прорисовки и графики карта все равно не успевает подгружаться. И, глядя на стопроцентную загрузку процессора, уверен, вы понимаете, чья это вина. Заметен ли этот косяк подгрузки? О да! Будет ли это проблемой при продаже? Еще бы! Таким образом, уже к текущему моменту ясно, что какие-то серьезные сингловые игры этой сборке нужно предлагать с осторожностью. Что-то типа Prey будет работать отлично. Что-то вроде GTA V, ну, вы сами видите. Однако уменьшает ли это шансы на продажу сборки? Ничуть. Ведь для всякого школьного неамбициозного онлайна эта сборка просто шикарна. Косыго, например, без всякой предварительной настройки на 720p начала выдавать здесь больше 60 кадров. При всем при этом графику она поставила себе чуть ли не максимальную. Да и к тому же текущий забег с ботами и процессору на них, как видите, вообще пофиг. Оперативу она себе сожрала тоже далеко от максимума. Если же немного покрутить ползунки графики, получить здесь больше сотни кадров легче легкого. Так что здесь уже зачет. Ну, а какие-нибудь танки, правда, вообще потеряли разрешение в 720p. Зато оставили ноутбучное 1366 на 768. Ну, еще 1600 на 900, в принципе, может подойти, но нет. Главное, что и в том и в ином случае менюшка просто уползает нахрен, и автоподстройка монитора ничего не делает. Я реально устал от этой видяхи. Но все же есть то, что до сих пор меня в ней радует. Ведь даже на средних настройках с разрешением 16 к 9, она все еще умудряется выдавать здесь примерно 50 стабильных кадров. А значит, плюс еще один онлайн в список возможностей этому годному Xeon, который наконец-таки доказал свою продажную мощность, и теперь уж точно заслужил персональный корпус. И вот долгожданное оправдание возникшей дилеммы. Если оставить этот процессор с видяхой послабее, хорошо, игры на сборке уже идти не будут. Если эту видяху воткнуть к процессору помощнее, новинки она все равно не вытянет. Так что вновь симбиоз просто идеален. И на текущий момент ухудшать сборку нет смысла. Это время еще наступит. А пока первый готов. Хороший Xeon для онлайна за 5К. За которую совсем скоро он и отправится на вторичный прилавок. А вам, надеюсь, было интересно смотреть за его сборкой. А совсем скоро у меня будет готовиться следующий Xeon. Так что если интересно, оставайтесь со мной. Зарабатывайте, друзья. И до скорого. Зарабатывайте, друзья. Спасибо. Продолжение следует...